19 том книги открытым оком вопрос на 3318 тема община выходит что с отцом нафонаилом вы расстались навсегда и как теперь будете вспоминать друг о друге отвечает игнарий тихонович лапкин только бог знает дальнейшее но опыт показывает что возвращение обратно нет хотя слышим сожаления от ушедших что не оценили в свое время что здесь было дано им вывод вопрос задаете а хотите ли полезному научиться из своего же вопроса тогда прочтите 22 указанных места в книгах открытым оком том и вопрос весьма поучительных где говорится об оценах она или или отмечаются его труды просто замечательные том 1 вопрос 174 том 2 вопрос 660 799 том 5 вопрос 100 1465 том 6 вопрос 1506 том 8 вопрос 2191 том 9 вопрос 2216 2236 2244 2263 том 10 вопрос 2389 том 11 вопрос 2439 2440 2459 2472 том 13 вопрос 2759 и в проповедях и на занятиях в этих местах том 5 вопрос 571 то есть 5 571 7 527 7 681 10 379 хороший христианин и по этим местам может найти где наметилось между нами расхождение любому понятно же что не мы изменились а изменился он при том полностью чего стоит его утверждение что патриаршая церковь не церковь уже в 1936 с 1936 года рпцз с 1974 года если церковь есть невеста христа то она перестала быть таковой по определенной причине судников суде церковь и насилует самую основную мысль библии усыновление и прощение он стал мерить все критерием своего понимания ереси и лишения благодати всех кто находится с рук с руководством где хотя бы один молился с еретиками я еще раз убедился что молчащий не всегда смиренный чаще же в тихом омуте книга премудрости иисуса сына сирахова 13 глава 10 11 стихи не верю врагу твоему вовек ибо как ржавеет медь так и злоба его хотя бы он смирился и ходил согнувшись будь внимателен душою твою и остерегайся его и будешь пред ним как чистое зеркало и узнаешь что он не до конца очистился от ржавчины книга премудрости иисуса сына сирахова 20 глава 23 стих есть лукавый который ходит согнувшись в уныние но внутри он полон коварства он в своем доносе курсовой пишет о нашем чрезмерном пацифизме мог бы и добавить что он на бланке общины писал отходную отказ служить в армии оружием в руках и принимать присягу не от чертовой же сотни он набрался такого пацифизма он же знает как его здесь любили и сходили к его пренебрежению нашими собраниями и что он не принимал с радостью ни малейшего замечания на лице маска дзен буддиста и молча повернется и пошел мы то ведь и его тоже видели и терпели потому что любили его одинокого неприкаянного загубившего по дурости монашеством так многое в себе его молчание вышло ему же боком книга сираха 21 глава 5 стих иной молчит и оказывается мудрым а иной бывает ненавистным за многую болту болтливость книга сираха 28 глава 11 стих беседа благочестивого всегда мудрость а безумный изменяется как луна мои воспоминания все изложены в указанных выше книгах в его же богохульной курсовой ни слова не сказано что он поимел здесь доброго не единого пословечка но подчеркнул что повышенный эмоциональный фон то есть якобы наша скандальность и крикливости его тихоню тиху жу приучили разговаривать на повышенных нотах все что он вылепил обо мне в курсовой я могу опровергнуть в течение нескольких минут в присутствии полста свидетелей которые подтвердят лживость его обвинений в мой адрес но ему и его преподавателю ясно же что речь в курсовой должна идти об общине ее зарождение и функционирование он же все свел к обличению меня какой я бяка смешно здоровь здоровенный мужик и такую ерунду на полном серьезе писал проверял убирал ошибки вам морфологические не понимая что пишет себе приговор да если бы даже все до тюти речки было правильно им написано но и тогда от его курсовой пшик потому что распространить опыт общины ее уникальность еще никому не удавалось а потому исследование феномена которому нет копии какую пользу даст эксперту только уж лично для меня по спецзаказу антихристовых слуг с прицепом что рано или поздно потребуется это ксиво на мою тощую шею он мыслил еще и о том что он настоящей экспертизы на моих судах с негодниками никто не делал а вот уж он почти ученейший лжемонах сделает на славу но злоба помутила разум послание к римлянам 11 глава 5 стих так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток евангелие от ивана 8 глава 51 стих истина истина говорю вам кто соблюдет слово моё тот не увидит смерти вовек послание к филиппийцам 4 глава 7 стих и мир божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления вашего христе иисусе заключен заключены в темнице мира тленной и дань плотя царящей суете свободны мы в божнице сокровенной не изменять возвышенный мечте пусть гибнет все что правда не выносит но сохраним же в вечности залог того что дух бессмертный тайна просит что явно обещал бессмертный бог июль 1900 1897 года владимир соловьев